всем привет с вами алексей вы на youtube канале the watch в том месте где все о наручных часах безусловно на этом youtube канале все зрители в той или иной степени интересуются наручными часами но я уверен что среди вас тяжело будет найти человека который не любил бы посмотреть интересный фильм дома на диване или же сделать из этого целое событие и отправиться в кинотеатр бренд хамильтон больше других мелькает на экранах вне зависимости от того замечаем мы это или нет а сегодня для обзора выбрали сразу две модели из мира кино которые пользуются большим спросом чем остальные и это хамильтон из фильма интерстеллар хамильтон это известный швейцарский производитель часов с американскими корнями и большой интересной историей бренд берет свое начало в 1892 году в ланкастере штат пенсильвания начал производства с карманных часов хамильтон быстро закрепился на часовом рынке как производитель высокоточного оборудования для нужд армии жизнедорожного и авиасообщения неоднократно доказывая надежность прочность и точность своих часов хамильтон быстро завоевывает признание не только в государственных структурах но и в сердцах тысячи поклонников и часовых фанатов впрочем в те времена часы были неотъемлемой частью жизни граждан быстро развивающейся страны признание значимости брендов сша и за ее пределами отразилось также и на больших экранах в самом сердце киноиндустрии в голливуде когда в 1968 году специально для съемок фильма стэнли кубрика 2001 космическая одиссея было заказано у хамильтон производства ряда наручных и настольных часов футуристичном дизайне с того времени часы от этого производителя неоднократно радует кинолюбителей дополняя и подчеркивая образы героев фильмов в одном из самых запоминающихся научно-фантастическом фильме 2014 года интерстеллар кристофера нолана было снято сразу две модели от хамильтон и обе модели были на запястья главных героев к тому же интересен тот факт что одна из моделей и сама по себе имела важную роль в этом фильме сюжет фильма описывает попытки людей найти новую пригодную для жизни планету для переселения на нее ведь изменения в климате привели к необратимым последствиям на земле и человечеству грозит вымирание сюжет фильма завязан на теории относительности и масштабно передает трудности с которыми сталкиваются главные герои в своей космической экспедиции возвращаясь к часам главный герой бывший инженер и пилот наса джозеф купер его сыграл мэтью макконахи отправляясь космический полет передает одни из своих наручных часов своей дочери мертв для того чтобы когда вернулся сверить время он отправился в путешествие на запястье с довольно интересной моделью хаки авиашн пайлот дэйдэйт авто часы представлены в значимой для бренда коллекции хаки авиашн ведь хамильтон с 1918 года производит часы для пилотов авиации и даже является поставщиком авиационных часов для авиапочты сша со временем имя хамильтон и авиация стали неотъемлемы до сих пор компания производит высококачественные часы для пилотов что касается данной модели это довольно крупные как и полагается авиаторскими часы диаметром 42 миллиметра корпус и браслет имеют качественно сатинирование что не только красиво но и практично в повседневном использовании сапфировое стекло защищает циферблат черного цвета на котором расположены накладные стальные метки в виде шлифованных великолепно отражающих любое попадание света арабских цифр основная разметка минутная под ней белым цветом напечатана часовая индикация а у самого края циферблата размещены секундные маркеры как и предполагает авиационный стиль 12 часовая метка выполнена в виде треугольника а под ней расположилась окно индикации дня недели отметки 6 часов на внутренней часовой шкале присутствует окошко даты стальные стрелки идеальной пропорции а часовая и минутная имеет обильное нанесение и люминесцентного состава благодаря идеальному отражению отметок света и люминесцентному составу читаемость как и полагается авиаторским часам остается на высоте в любое время суток первоначально модель производилась на основе это 28 34 2 запасом ходов 38 часов частотой 28800 полуколебаний в час современные модели выпускаются с механизмом h40 который при частоте 20 до 1600 полуколебаний дает 80 часов запаса хода вторая модель это часы которые названы в честь одной из главных героинь фильма интерстеллар дочери джозефа купера мерф хаки филд мерф авто эти часы компания хамильтон были специально выпущены для съемок этого фильма и их серийный выпуск не был запланирован часы выполнены винтажном милитари стиле и фильме они сыграли весьма интересную роль находясь далеко за пределами земли другом измерении отец находит способ связаться со своей еще маленькой дочери отправляя ей азбукой морзу сообщение которое отображается колебаниями секундной стрелки на подаренных ей часах повзрослев мерф смогла догадаться и расшифровать сообщение которое ей присылал отец сквозь время и пространство которым были жизненно важные данные для спасения человечества так что можно считать что военно-полевые часы от хамильтон а именно в этой коллекции находятся данные часы помогали спасать мир не только на земле но и далеко за ее пределами и по многочисленным просьбам часовых фанатов и кинолюбителей компания спустя много лет выпустила модель в серийное производство назвав ее в честь дочери купера мерф кстати фильме когда девушка смогла вычислить формулу полученную через часы отца она обрадовавшись пропичала эврика именно это слово хамильтон отобразили азбука морза на секундной стрелке сами часы размером 42 миллиметра имеет традиционный винтажный образ милитари часов на черном матовом циферблате бежевым шрифтом нанесены часовые индексы арабскими цифрами этим же цветом нанесен люминесцентный состав на кафедральные стрелки которые вместе с немного выпуклым сапфировым стеклом и придают часа винтажный вид внутри часов установлен механизм h10 запасом хода в 80 часов обе модели эстетически привлекательны и при этом практичны стекла в этих часах сапфировые устойчивы к царапинам также порадовала степень водозащиты в обеих моделях она составляет по 100 метров так что о контактах с водой можно не переживать и давайте подытожим не знаю как вы но у меня хамильтон вызывает исключительно положительные эмоции если вы видели так называемую пирамиду сватч групп хамильтон находится внутри нее на одном уровне с тисо и сертина и безусловно в сватч групп умеют делать хорошие часы но сейчас я о позиционировании тисо бренд который призван закрыть довольно большое количество запросов его можно смело назвать массовым продуктом а вот та же сертина и хамильтон с точки зрения часовых энтузиастов уже гораздо интереснее у сертины много чего в коммуникации построено на концепции ds и ее надежности и это очень достойно уважения а хамильтон это просто отдельная история швейцарские часы с американской историей field watch авиаторские часы огромное количество моделей в ретро стиле и магия кино это все только усиливает я знаю что внутри сватч групп есть строгие рамки для всех брендов и в то же время конкуренция внутри одного уровня так вот мне определенно нравится хамильтон своей смелостью и бунтарством мне кажется это и дает свой результат ведь по финансовым показателям именно по объемам продаж в мире хамильтон обгоняет сертина ну а до тисо конечно еще очень далеко что касается цены мерфь на сегодняшний день стоит тридцать две тысячи двести восемьдесят гривен а хаки авиашин пайло дэй дэй авто стоит 33 130 что в долларах около 1100 многовато ли возможно самую малость но как показывает опыт в компании не прогадали и эти модели являются одними из бестселлеров бренда в комментариях поделитесь своим мнением о бренде хамильтон да и об этих моделях целом свои вопросы можете оставлять там же ну и конечно же захотите увидеть эти и другие часы живую ждем вас на большой васильковской 56 всем спасибо за внимание и встретимся через неделю